Всем привет! Шалом! Привет из Колпина, Санкт-Петербург, город Колпина. Историческое место, здесь еще и лебедь, и храм новый, но сделан так по старину храм Колпина. Вот передо мной сейчас и завод этот, ижорский завод, да? И, в общем-то, сама местность это историческая. Именно здесь начиналась реформация, собственно, православная реформация, которую 94-летие, которую мы сейчас отмечаем в эти дни. Потому что официально, как бы, юридически, до юры, православное обновленческое движение возникло в 23-м году, но еще в далеком 1917-м и 1918-м годах, именно здесь, в Колпино, зарождалось православное реформаторское движение. Вот, и здесь вы видите сейчас старинный храм, старый храм, восстановленный сзади меня. Вот две трубы эти. Этот храм был некогда в советское время переделан под кинотеатр. А сейчас уже восстановлен, снова действующий храм. И я так предполагаю, что Александр Боярский именно здесь где-то и служил. Потому что, собственно, здесь, именно в Колпино, в Петрограде и именно в самом Колпино, в 1917-м году Боярский начал такой кружок, который потом был назван Союз Друзей Церковной Реформации. А также был назван еще другой союз, значит, здесь же в Колпино, это союз прогрессивного духовенства и мирян. Тоже 1917-19, 1918-19 годы в Петрограде. Так что вот так, дамы и господа, братья и сестры, это историческое место. И пусть Господь Бог благостает всех вас с приятом всем, пламенным таким во Христе Иисусе. И архиепископ Сергей Жуалев из города Колпино сегодня 8 мая, уже 9 скоро начинается вечер уже сейчас. И само 9 мая обозначен в календаре нашей церкви именно день Победы Реформации, Великой Победы. Потому что пророчески довольно оказалось 9 мая 1923 года на соборе, ну не здесь, правда, не в Петрограде, а уже в Москве, в храме Христа Спасителя, где все это совершилось. Здесь зачиналось, а рождалось обновленчество именно в Москве, в стенах храма Христа Спасителя Московского. Так вот, и Антонин Грановский, архиепископ, председатель этого собора, именно 9 мая, окончание было этого собора 1923 года, он провозносил как день Победы Православной Реформации, Православного Обновленчества. Мир всем, благостави не всем, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь.